СМАРТ ПЛЮС КОТОРЫЕ МОЖНО БРАТЬ ИТАК ЛИАГУ КИКО ПАУАР ЭТОТ ТЕЛЕФОН ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ В КОНЦЕ ЛЕТА 17 ГОДА НЕ НОВЫЙ, НО АКТУАЛЬНЫЙ И ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЗА СВОЮ ЦЕНУ НА МОМЕНТ ЗАПИСИ СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ В РАЙОНЕ 70 ДОЛЛАРОВ Ссылки на лучшие цены, как всегда, внизу в описании Упаковка телефона немалых габаритов На ней сразу же изображено главное достоинство данного смартфона Батарея на 4000 мА В комплектации у нас стандартный бюджетный набор Сам смартфон, кабель microUSB, зарядное устройство, короткий мануал И приятно, что в комплекте есть силиконовый чехол Кстати, на телефон из завода изначально наклеена пленка Потому о защите вам не нужно беспокоиться И смело можно пользоваться из коробки, не докупая больше ничего И это радует Сам телефон выпускает в двух расцветках Золотистой и черной С виду имеем стандартных размеров кирпичик Но чуть-чуть толще, чем обычно 9,5 мм Вес 154 грамма Выполнен полностью из пластика Задняя крышка съемная Спереди 5 дюймовый экран с датчиками На месте разговорный динамик и фронталка Три навигационных клавиши не на экраны И это хорошо В руке лежит удобно, ведь 5 дюймов на сегодня это немного Сам дисплей у нас IPS Воздушная прослойка присутствует, а значит бликовать он будет немного больше, нежели ОГС Углы обзора неплохие, ведь это IPS, но инверсия цветов под острыми углами, конечно же, присутствует Запас яркости хороший Днем на улице будет видно без проблем Минимальный же порог яркости хотелось бы ниже В полной темноте лучше не читать Я заметил, что все ультрабюджетники немного отдают синевой на белом фоне Потому рекомендую ставить программу для защиты глаз от синего спектра О начинке говорить долго не будем, ведь тут особо нечего обсуждать Многие и многие десятки моделей смартфонов оснащались и до сих пор оснащаются данным чипом А именно MT6580 Этот ультрабюджетный процессор будет выполнять несложные задачи Поиграть тоже можно, но на низких настройках или в нетребовательные игры Из того, что стоит внимание, за эту небольшую сумму вы получите 2 гигабайта оперативной и 16 встроенной памяти Это намного лучше, чем 1 и 8 гигабайта Которые легко можно встретить в этом ценовом диапазоне Но не советую на сегодня брать эти 8 гигабайт памяти В 2018 году этого уже вообще недостаточно И этот набор должен уйти в прошлое Из датчиков в телефоне установлен самый минимальный набор А именно приближение, освещенности и акселерометр Работает смартфон на седьмом Android В целом работа устройства достаточно стабильная Присутствуют все стандартные фишки Android Прошивка обновляется по воздуху В некоторых прошивках можно обнаружить встроенные рекламные приложения Которые определяются как вирусы К приему сети нет никаких претензий В стандартных условиях приема сигнала GSM связь словит нормально Обрывов нет С Wi-Fi тоже нет проблем В 10 метрах от роутера прием уверенный Обрывов нет GPS ловит спутники без нареканий Но точность в картах хромает Точка прыгает по карте А это значит, что при навигации в машине могут быть проблемы Потому не могу рекомендовать этот смартфон как навигатор У смартфона два основных модуля камеры Причем второй модуль не муляж Как в большинстве смартфонов с двумя модулями камеры А именно два настоящих модуля 8 плюс 5 мегапикселей С апертурой 2.2 Но не спешите радоваться Фото на эти камеры получаются слабыми Что в принципе и предсказуемо в этой ценовой категории Но удивляет желание маркетологов китайских производителей Как-то выделиться Ведь вместо второго модуля камеры Который нужен лишь для галочки Можно было поставить один, но получше И смартфон был бы интереснее Но они выбрали другой путь Возможности данной камеры вам хватит для того, чтобы сфоткать текст, к примеру Или запечатлеть что-то важное или нужное для дела Фронталка на 5 мегапикселей Снимки на ваших экранах Батарея Вот мы и подошли к сильной стороне данного смартфона Действительно приятно, когда можно пользоваться смартфоном И не бояться, что скоро нужно к розетке Тут она на 4000 мА Настоящих 4000 тут нет Тестер показал 3850 мА Что тоже очень хорошо Например, 20 минут игры садят смартфон на 5% Это значит, что в игры вы сможете играть примерно 4 часа Обычно такие телефоны продают с батареей гораздо меньше А в итоге там еще меньше, чем заявлено Вот почему этот смартфон стоит брать Даже только потому, что можно быть уверенным, что целый день вы будете на связи Батарея это очень важно, уж поверьте Вот бы сюда еще и процессор более энергоэффективный Но тогда уже цена бы так нас не радовала За батарею в данном смартфоне однозначно плюс Звук в данном смартфоне из внешнего динамика достаточно громкий Но в нем не хватает низких частот Для того, чтобы слушать речь под видео, сойдет Рингтон будет играть громко, звонок не пропустите В наушниках обычный бюджетный звук Книжку посмотреть можно, музыку послушать тоже Что касается разговорного динамика, то уже несколько аппаратов встречались и с тихим разговорным динамиком Если вам попадется аппарат и с тихим динамиком, то сделайте вот что Скачайте из плеймаркета приложение инженерное меню МТК Зайдите через него в инженерку Дальше Hardware Testing и выберите пункт Audio Нажмите кнопку Normal Mode В верхнем меню Type Выберите SPH Это и есть разговорный динамик Ниже в пункте Level переходим к шестому пункту Это значение на максимальной громкости И выставляем ближе к 160, например 158 И нажимаем кнопку Set Также на 18-20 поднимаем и Level 5, Level 4 Не забывая при этом нажать кнопку Set В принципе достаточно Далее перезагружаем устройство И вуаля, у вас стал громче звук разговорного динамика Эта инструкция подойдет ко всем смартфонам на процессорах МТК Ну что же, подведем итог Устройство получилось хорошим за эту сумму Рекомендовать к покупке можно Ведь что нужно людям за эту цену? Быть на связи, почитать новости, посмотреть что-то Сыграть в простенькую игрушку И открою вам секрет Когда вы попробуете устройство более автономное, чем у вас было до того Вы уже не захотите возвращаться назад Ведь к хорошему привыкаешь быстро Лягу Кикапауэр подойдет вам по автономности Производительности хватит тем, кто не играет в тяжелые игры И не требует флагманского быстродействия А также хороших камер В принципе 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной Хватит для нетребовательных пользователей А таких множество Память всегда можно расширить картой памяти К экранам дешевых телефонов рекомендую ставить фильтр синего цвета И делать изображение немного теплее Камер вам хватит для того, чтобы сфотографировать Текст или что-то важное Где купить по хорошим ценам смотрите в описании А если хотите немного сэкономить Можете воспользоваться кэшбэк сервисом Ссылка в описании Подписывайтесь на канал И что вы думаете о данном смартфоне Пишите в комментариях Не забудьте поставить лайк этому видео И до новых встреч друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok